всем привет в этом видео я хочу уточнить свое мнение по поводу ваговских зажимов ой только в чем меня не обвиняли в комментариях к моим видеороликам какие только обвинения я не выслушал как только не обзывали ну да ладно конечно я такие сильные оскорбления я удаляю всех троллей кто троллит то там приходит комментировать только чтобы оскорбить я то все удаляю вот сейчас я еще раз хочу уточнить расставить так сказать приоритеты имеет ли право на жизнь ваговский зажим да имеет можно ли использовать такой вид соединения проводов в домашней квартирной электропроводке да можно но все это делать надо правильно грамотно грамотно подбирать автоматические выключатели да грамотно подбирать сечение провода грамотно подбирать и сам ваговский зажим нет никаких проблем пожалуйста применяйте все свои видео где я испытываю ваговский зажим скрутку да там другие виды соединения все это я снимаю не для того чтобы показать или доказать что вага это херня что вага надо выбросить что вага использовать нельзя да нет конечно нет я совсем это не хотел даже никому доказать я показываю что во всех испытаниях что я провел на сегодняшний день их очень много можете посмотреть на моем видеоканале всегда ваговский зажим он проигрывает даже элементарной скрутки даже без сварки провод скрутил ну конечно плоскогубцами зафиксировал вот такая скрутка там трехсантиметровая такие провода я скручивал такое соединение это лучше чем вот такой ваговский зажим лучше переходное сопротивление меньше я же ничего не придумываю все это можно посмотреть в моих соответствующих видеороликах здесь же о чем речь идет если человек там неважно хозяин квартиры либо домашний мастер который делать для себя или который хочет сделать надежную качественную долговечную электропроводку то он кроме того что правильно подберет сечение провода правильно выберет автоматические выключатели там дифавтомат и узо и так далее он еще и обязательно вот такие зажимы использовать не будет если делают для себя даже в комментариях моим видеороликах многие кто отстаивают ваговский зажим они подтверждают что если бы они делали для себя там ну либо качественно и надежно на долгие годы то конечно они бы использовали либо скрутку с последующей сваркой или пайкой там ну и либо винтовые зажимы клеммники даже они подтверждают что в принципе для качественного соединения ваговский зажим не подходит поэтому не мое это мнение это многие многие люди так считают и обзывать только из-за этого обзывать обзывать многие сотни тысячи опытных электриков опытных электриков профессионалов обзывать их только за то что они пользуются соединениями с круткой с последующей сваркой и пайкой обзывать их сопляжуями только из-за этого вам это ничего не напоминает дорогие друзья события на украине вам это не напоминает кто не прыгает да тот москаль зачем нам делиться на два каких-то противоположных лагеря каждое соединение имеет право на жизнь и не надо из-за того что я пользуюсь скруткой оскорблять меня и на моем видеоканале в моем лице многие тысячи электриков зачем это делать я же никого не оскорбляю я же не заставляю выбрасывать ваговские зажимы не использовать их я показываю в своих экспериментах опыта что это соединение уступает скрутке поэтому давайте не будем друг друга унижать оскорблять давайте просто высказывать свои мнения и называть вещи своими именами если вам надо сделать быстро то использовать надо ваговские зажимы но качество от этого страдает если вам надо сделать качественно и надежно то надо использовать скрутку с последующей сваркой либо с последующей пайкой либо другие соединения там винтовые еще какие-то и еще что я хотел сказать по вот таким соединениям ваговским а это неразъемное соединение если вы два провода соединили вот в этом вот в этом клеммнике вага 773 серии вы уже разъединить не сможете ну конечно можно выдержать но оно считается неразъемным соединением на данный момент я никакого госта гост по этому виду соединения не нашел может быть вы мне подскажете в комментариях где регламентируется каким гостом регламентируется вот такой ваговский зажим я нашел гост и на вилке с розетками они есть есть гост где четко все прописано какое там усилие нажима и так далее диаметры там вот для штырей для гнезд розеток вот такие гост и есть и сертификате на вага в интернете вот я находил сертификаты там сертификате написано нас на какому госту соответствует ваговский зажим я открываю этот гост этот гост относится к вилкам и розеткам но извините это разъемное соединение это разные вещи а все госты которые относятся к неразъемным соединениям даже вот за 2012 год я смотрел гост сейчас номера не помню там абсолютно ничего нету в этим видом соединений нету не регламентируется если я ошибаюсь вы меня поправьте пожалуйста напишите номер госта пункт где допустим регламентироваться переходное сопротивление там еще что-то вот те технические детали не 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 сопротивление изоляции как некоторых гостах есть такие пункты где просто указываться сопротивление изоляции только ведущих частей ну это нет ни чему вообще а вот именно вот переходное сопротивление там усилие зажима проводника вот это важно вот основные основные такие моменты о чем я хотел сегодня с вами поговорить я очень рад что на виде канал сейчас стали заходить действительно специалисты люди с образованием вот последнее видео я читал там денис денис одинец надеюсь правильно говорю фамилию одинец привет денис вот он инженер радиотехник ну то есть человек с образованием он понимает о чем речь идет о контактных соединениях да там вот еще андрей сазонов вот это очень хорошо когда действительно специалисты профессионалы начинают общаться между собой высказывать свои мнения и находить какие-то точки взаимопонимания ну и думаю что еще раз повторюсь из-за этого ссориться не стоит просто надо надо приходить к какому-то общему мнению на этом у меня все спасибо всем за внимание пишите комментарии если видео понравилось ставьте лайк всего вам доброго